Севастопольские клубы любителей зимнего плавания «Буревестник» и «Морж СССР» выступили инициаторами проведения новогоднего праздника на воде. Плавучая елочка – это уже традиция, как и советская символика ко дню создания Советского Союза. Встреча Нового года на песчаногалечном пляже на западном берегу Балаклавской бухты для севастопольских моржей стала традицией. Но если в прошлом году было здесь всего 15 человек, то сегодня около 60. Часть из них только обмакнулась в воде, другие устроили заплыв на восточное побережье Балаклавской бухты к утесу. Как и в прошлом году, общий сбор был объявлен на небольшом уютном пляжике на западном берегу Балаклавской бухты. Клубы – дело совершенно добровольное, и они, конечно, объединяют далеко не всех зимних плавцов. Так и в это воскресное утро с первыми лучами солнца в морской воде плескался уже не один десяток балаклавцев и севастопольцев. Сегодняшний праздник – это у нас в честь завтрашнего дня образования Союза СССР мы проводим. И также по поводу, естественно, празднования Нового года. Ну, сегодня в заплывах участвовали два наших севастопольских клуба «Буревестники морж СССР». Я так считаю, что сегодня идеальнейшая, красивая погода. Сегодня собрались очень наши классные, позитивные все люди. Ну, и погода, и люди. И праздник, естественно, получился, я думаю, нормально. С наступающим Новым годом, моржи Севастополя, два наших клуба, традиционно, замечательный праздник. Поздравляем всех с Новым годом, желаем счастья, здоровья, хорошей водички, заплывов. Самое главное, конечно, удачи в новом наступающем году. Приглашаем всех закаливаться, окунаться. И всего самого доброго. Мне очень приятно, сегодня очень радостный для меня день. Меня приняли сегодня в моржи СССР. Я приглашаю всех присоединяться к этому клубу. Желаю в старом году, чтобы все неприятности, все осталось позади. И Новый год мы начали со здорового образа жизни. Приглашаю всех на Балаклавский пляж. Мы тут с женой плаваем в 6 утра каждое утро, нас никто не видит. Так что приглашаю в 12 часов ночи, 31 декабря. Приходите сюда, искупаемся вместе и начнем Новый год вот так. Всех с Новым годом, всем счастья, здоровья, чтобы все у всех получилось. Ура! Ура! Поздравляю всех с наступающим 2014 годом. Желаю всем крепкого моржового здоровья. Самое главное. Ну и, естественно, семейного благополучия, процветания экономического нашего. Значит, у нас в планах нашего клуба, не только нашего клуба, клуба и клуба МОЖССР, значит, мы в 2014 году планируем провести грандиозное мероприятие. Это заплыв от города Героя Новороссийска через город Герой Керчь к городу Герою Севастополя. Посвященное это будет мероприятие 70-летию освобождения города Героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. По этому поводу мы обратились с письмом президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны Российской Федерации Шойгу. Вот, министру обороны. Значит, мы получили письмо, ответ от президента России, что наше письмо рассмотрено и передано в Министерство по спорту. Ну, я совсем недавно начал заниматься плаванием в зимнее время. Как бы очень приятное ощущение, когда, конечно, холодно, и ты в эту воду заходишь, и потом, особенно, когда с нее выходишь, чувствуешь совершенно другой прилив здоровья, прилив энергии, прилив всего. То есть я всех призываю, тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, присоединяться к нам и заниматься зимним плаванием. Вступайте в клуб моржей и будете всегда здоровы. Плаванием занимаюсь моржеванием 49 лет. Случайно. Я служил на корабле, были в Николаве. Командир спрашивает, кто возьмется обучать матросов, которые не умеют плавать. Я поднял руку, давайте я. Значит, июнь, июль, август я с ними проплавал вместе, научил. А потом их на корабле, а сам продолжал ходить. И вот с тех пор я ежегодно плаваю целый. Ведем здоровый образ жизни, да. В смысле, каждый день. Каждый день у нас заплыв на мысе Хрустальном. Это как-то, в общем-то, помогает организовывать себя, организовывать жизнь, быт. И как-то утром получаешь такой заряд, что, в общем-то, и целый день находится под этим впечатлением. Великолепно. Праздник удался на славу. На 120%. Ощущение прекрасное. Бодрость, духа и сила духа продемонстрировали силу и бодрость духа. Настроение. Все собрались люди очень коммуникабельные, очень прекрасные, хорошие, приятные были. Хоровод вокруг морской елочки – это только разминка для всех участников праздника. Заплыв через бухту, в этой компании никого не удивляет и не пугает. Затем фотографирование на память, знакомство с новыми пловцами. Прямо в ходе праздника клубы пополняются новыми членами. Зрители и болельщики готовы переходить к активным действиям со своими единомышленниками. А вице-президент Крымской Федерации зимнего плавания и председатель клуба «Буревестник» Виктор Пескунов для всех участников праздника приготовил угощение – горячую гречневую кашу с армельской тушенкой. Тут же моржи обсудили ближайшие планы и решили ехать в Хевпаторию, где 7 января состоится международный спортивный праздник любителей зимнего плавания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова